На счету матичинского школьника Серафима Крылова более двух тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок, которые он собирал в родном городе. Школьник мешками относил тару в роботизированные эко-пункты – фундаматы. Сбор вторсырья для Серафима – это не только спортивный интерес, но и забота об экологии. За такую активность ему вручили диплом в Доме правительства Московской области. Всего наградили 13 школьников из разных городов Подмосковья. Я хочу показать пример одноклассникам, что надо помогать природе. Они мне тоже помогают, дают бутылки. Пока аппарат был сломан, мы накапливали большую сумку, а потом, когда он опять, ну, чинили его, мы шли и сдавали. За каждую бутылку или банку начисляли баллы, которые юные экологи регистрировали в личных кабинетах. Развитие сети эко-пунктов в Подмосковье – пилотный проект, который инициировал губернатор региона Андрей Воробьев. На сегодняшний день на территории Московской области установлено более 500 фундаматов. В будущем году их появится свыше тысячи. Сергей Покатило также высоко оценил вклад юного эколога для нашего округа. Сергей Покатило «Серафим» – молодец, Крылов вошел в десятку, скажем так, победителей по Московской области. Занял восьмое место по сдаче как раз бутылок пластиковых, алюминиевых. Это говорит о том, что на сегодняшний день эти бутылки не будут валяться у нас на улице, и наша природа станет чище. И спасибо ребятам, если уже во втором классе ребята задумываются о том, что нужно сохранять природу и сдавать эту тару для переработчиков.